Казахстан Казахстан После инаугурации избранный президент Казахстана Касымжомарт Токаев назвал 10 задач, над которыми он будет работать в первую очередь. Все они направлены на социально-экономическое развитие республики. По мнению экспертов, инициативы помогут стране достичь еще больших успехов. Самая первая задача – повышение доходов населения за счет экономического роста. Вторая – борьба с коррупцией. В тройке важных направлений – реформа судебной и правоохранительной системы. Многовекторная внешнеполитическая деятельность – это одно из десяти ключевых направлений, предложенных президентом. Эксперты считают, это поможет дальнейшему продвижению национальных интересов страны на мировой арене. Также позволит укрепить экономические связи с зарубежными странами и расширить торговые отношения. Очень важно сейчас выстраивать ту систему защиты интересов наших граждан за рубежом, как это делают развитые зарубежные страны, начиная прежде всего с Соединенных Штатов Америки. У них есть чему поучиться в этом отношении. Плюс надо отстаивать интересы наших предпринимателей за рубежом в рамках ЕАЭС, в рамках ВТО, в рамках других экономических и политических структур. Еще одна из инициатив главы государства – создание Национального совета общественного доверия. Он будет способствовать развитию диалога между народом и властью, который будет строиться на признании плюрализма мнений. Глава государства сказал, что туда войдут лидеры общественного мнения, представители институтов гражданского общества. То, как правило, эти люди будут говорить объективные вещи. Эксперты отмечают, что эти инициативы послужат основой для нового этапа развития Казахстана. В Актубе строят уникальное предприятие по промышленному выращиванию африканского сома. Сейчас здесь налажена работа водоочистительного, маточного, мальково-личиночного, инкубационного цехов. Самую большую площадь завода займет откормочная площадка. Здесь до конца лета планируют построить 30 бассейнов вместимостью до 250 кубических метров воды. В них по специальному каналу будут поступать взрослые особи. А уже отсюда часть товара уйдет на реализацию, остальное – на переработку. Это будет консервы, это будет филейная часть, это можно использовать как детское питание. Увеличением поголовья деликатесных рыб занимаются зарубежные специалисты. По их словам, применяемая технология замкнутого водоснабжения сократит сроки выхода товарной продукции, сохранив при этом высокое качество. Прекрасный у неё аппетит. Суданский сом, не привередлив к корму, не имеет запаха, обладает рядом полезных свойств, быстро набирает вес. Из малька в течение шести месяцев вырастает в полуторакилограммовую рыбу. Полезно, например, даже, кто занимается не только спортом, но и обычным людям. Плюс из-за того, что у него высокие темпы роста, себестоимость его ниже обычной рыбы, которая, например, в открытых водоёмах выращивается или же где-то получается путём промысла. Она выращивается совершенно не используя никаких медикаментов. Авторы идеи планируют довести мощность предприятия до полутора тысяч тонн рыбы в год. Уже этой осенью первая партия диетического продукта появится на столах казахстанцев. В планах экспортировать продукцию и за рубеж. Первым делом мы будем обеспечивать актюбинских горожан, потом Казахстан. Ну и дальше, надеемся, выйти на международный рынок. Отметим африканский сом. Рыба неприхотливая и вкусная. Его полезные свойства не теряются даже после её разморозки. Таджикистан и КНР усиливают сотрудничество по возрождению Великого Шёлкового Пути. Усилиями китайских компаний в Центральной Азиатской Республике возводятся мосты и тоннели, реконструируются дороги и строятся новые автомобильные маршруты. Эта дорога имеет стратегическое значение. Она соединяет северную и южную части Таджикистана. К тому же, её реконструкция позволяет местным жителям комфортно и без препятствий круглогодично добираться из столицы Республики Душанбе в соседние страны – Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан и Россию. С момента открытия магистрали в 2008 году мы отмечаем рост пассажиропотока в этом направлении. Отсюда до северной границы страны около 380 километров. Строительство магистрали позволило также сократить путь водителям в три раза. И теперь преодолеть расстояние можно всего за четыре часа. В этом направлении и раньше было очень оживлённое движение, но зимой горные перевалы по полгода оказывались закрыты из-за снежных лавин. Сейчас, благодаря новому шоссе, здесь можно ездить круглый год. По пути машина преодолевает 9 тоннелей, в том числе Шахристанский – рекордсмен по протяжённости в Центральной Азии. А ещё мост через реку Сырдарья – самый длинный в Таджикистане. Общая стоимость трассы – 300 миллионов долларов. Все эти объекты построены на кредиты и гранты от Шанхайской организации сотрудничества и китайской компании по строительству дорог и мостов. Мы создали для местных жителей 3000 новых рабочих мест. Новая дорога улучшила транспортное сообщение внутри страны. Правительство Таджикистана отметило наш проект – национальные премии. Республика не случайно оказалась в числе стран, которые первыми активно поддержали китайскую инициативу «Один пояс, один путь». Территория современного Таджикистана с древнейших времён была одним из важнейших экономических и культурных центров Центральной Азии и Великого Шёлкового пути. К слову, страна и по сей день занимает важное место международной торговли. Роскошный подарок всем ценителям изобразительного искусства. Международная выстока в современных художников открылась в Кыргызстане. Стены зала украсили произведения мастеров из 25 стран. Свои работы представили художники из Украины, Италии, Франции, Греции, а также стран-участниц ШОС. К слову, большая часть уже не раз бывала в Кыргызстане. И в своих работах они отразили красоту Центрально-Азиатской страны. Первый раз у меня были работы, которые я рисовал тоже на кыргызскую тематику, но по впечатлениям произведений Чингиза Итматова, то в этот раз я уже в том году побывал по дороге Чуйская долина на Иссык-Куль. Дорога была, а это Иссык-Куль. И привез уже эти работы, чтобы показать кыргызским зрителям свое впечатление от Кыргызстана. В одном из залов выставки более 30 картин художников из Поднебесной. Здесь и живопись, масляные и акварельные работы. На этом холсте изображен тихий зимний день. На первый взгляд кажется, что это один из уголков Кыргызстана. На самом деле достопримечательность Синьцзяна. Такой прием не случайен, говорит автор и объясняет. У двух народов много сходств. Вы видите горы. Они такие же величественные, как два наших народа. Именно эта гора разделяет Кыргызстан и Китай. Но непонятно, с какой стороны какая страна. Пусть каждый зритель для себя решит сам. В общей сложности на выставке были представлены более 300 работ. Каждая оригинальна и неповторима. На выставку пришло очень много посетителей. Здесь можно было встретить как людей старшего поколения, так и молодежь. Как зашел, почему-то мне вот этот угол сразу понравился. И вон тот. Я где-то лицо видел. И вот хотел узнать у художника, у мастера, узнать, откуда этот портрет. Мне кажется, здесь есть перекличка некая с работами Марка Шагала. По цветовой гамме и по почерку. Ну и настроение такое меланхоличное, но при этом такое романтизированное. Как отмечают организаторы, главная цель выставки – укрепить культурные связи между государствами, обменяться опытом и ознакомиться с культурными достижениями каждой страны. Великий шелковый путь, перекресток цивилизаций, мост между Западом и Востоком – источник развития экономики региона. Узнать больше о культурном наследии стран, лежащих на его пути, можно будет из передвижной выставки совместного проекта Европейского Союза и ЮНЕСКО. Экспозиция откроется в октябре 2021 года и будет показана в каждой стране участницы ЕС. По словам организаторов, выставка даст возможность европейцам узнать больше о важном культурном и историческом наследии шелкового пути, привлечь внимание к проблемам региона, а также позволит усилить сотрудничество между национальными музеями разных стран. У нас есть три года на подготовку проекта. Передвижная выставка будет запущена через два года. Идея проекта – популяризация и распространение информации о культурном наследии этого региона. Мы хотим рассказать о шелковом пути, о народах, его населяющих, о торговых отношениях между ними, о культуре. Этот период, период начала шелковых путей, если взять второй век до нашей эры, очень важно показать. Потому что относительно для европейского народа это что-то новое будет показать древнюю культуру. Великий шелковый, просто не была какая-то дорога. То есть это была очень важной частью древней культуры. Тем более территория Средней Азии, она всегда была на перекрестке этой культуры, где мы можем видеть разные культуры. По ходу трассы, я говорю, такие веревки. Можно по веревкам грузить их, можно по скалам лезть, понятно, да? В Акмолинской области прошел республиканский фестиваль по скалолазению Бурабай-2019. Он направлен на привлечение новых туристов в курортную зону. Мероприятие посвятили Году молодежи в Казахстане. Наша география расширяется. Например, мы проводили соревнования по дуатлону на Алаколе, потом на Бухтарме. Ряд различных спортивных мероприятий проводили в Мангстал. В этом году мы решили провести фестиваль по скалолазанию в одном из самых красивых мест Казахстана – Боровом. Проверить себя на выносливость могли как спортсмены-профессионалы, так и любители экстрима. Андрей Литовченко скалолазанием занимается уже на протяжении 15 лет. В этот раз он вместе с другими участниками приехал, чтобы покорить скалу Огжетпес. Сначала им необходимо было пройти около 300 метров, после их ожидал подъем высотой 150 метров. Огжетпес скала именно техничная в плане лазания за счет того, что она положительная. И нужно очень много работать на ногах, на равновесии. Если мы привычны к скалам, где надо браться, зацепы, держать, все хорошо. Здесь надо именно на ножках продвигаться. Ну и шикарные виды, которые с нее открываются – это самое главное. Ты всегда наслаждаешься лазанием здесь, потому что здесь именно воздух вокруг, окружение, вид на озера, на сосны. Это просто ее главное – жемчужины. Самому юному из участников было 12 лет. Несмотря на трудности, задачи справились все, а на вершине скалы спортсменов наградили памятными медалями. Цель этого фестиваля скального – привлечение массовости людей к здоровому жизни, привлечение к занятиям скалолазания, то есть на природе лазания на скалах. Есть такой вид спорта скалолазания, альпинизм. То есть, что он доступен, в принципе, и любителям на каком-то определенном этапе, то есть при обеспечении безопасности, ну, естественно, и привлечение к этому курорту Бурабай, как изюминка Казахстана. Бурабай уже много лет привлекает казахстанских и иностранных гостей. Организаторы надеются, что подобные фестивали помогут увеличить поток туристов как минимум вдвое. Отметим, что здесь созданы все условия как для активного, так и для пассивного отдыха. Помимо красивой природы регион имеет богатую историю. В Казахстан за изучением казахского языка. Зарабаев университет пригласил британцев в Нур-Султан учить язык великого Абая. Здесь реализуют уникальную программу, популяризирующую национальные традиции, обычаи и культуру. К слову, за последние 13 лет Соединенное Королевство вложило в экономику Казахстана более 13 миллиардов долларов. Впрочем, интерес к стране Великой Степи проявляют не только бизнесмены, но и рядовые англичане. Их привлекает богатая природа и туристические возможности нашей республики. Очевидно, что казахский язык имеет тюркские корни, обладает очень богатой историей. Возможно, до сих пор он не изучался как латинские и германские языки. Археологи все время мне говорят, что в Казахстане очень много исторических и археологических сокровищ. Чтобы понять эту культуру, вам нужно понять и язык. Уникальная методика изучения с полным погружением в языковую среду рассчитана на 8 недель и имеет разные уровни сложности. Кроме казахского, можно учить и русский язык. Студенты будут жить в кампусе Назарбаев университета. Для них планируются экскурсии по столице, в курорт Боровой и Кургальджинский национальный заповедник, где можно увидеть розовых фламинго и традиционную охоту беркучи. Я хочу учить новый язык, потому что это даёт больше возможностей в будущем. Казахстан развивается очень быстро и хорошо известен мировому сообществу. Очевидно, что знание нового языка расширит мои горизонты. На презентации также говорили об академических программах университета, в частности, о таких, как евразийские исследования и инженерия. Чапан, камзол, лоскутное одеяло, подушки. Дина Смогулова увлекается изготовлением казахской национальной одежды и изделий из войлока. Дина – жительница Омска. Она одна из немногих, кто умеет делать из шерсти казахские ковры алаша. Шерсть нужно хорошенько промыть. Несколько раз это необходимо сделать. Потом нужно высушить. Надо это делать правильно. Это, конечно, отнимает много времени и сил, но сам процесс мне нравится. По словам мастерицы, в Омске наблюдается большой спрос казахской национальной одежде. Дина изготавливает как повседневные наряды, так и одежду для сцены. В коллективе «Ажар» занимается около ста детей. Хореограф Айгирим Ауганова говорит, что казахи, которые живут в Омске, с большим интересом и желанием приводят на занятия своих детей. К слову, в Омской области проживает 100 тысяч казахов. Они стараются из поколения в поколение передавать национальную культуру. Для этого здесь проводятся различные конкурсы и фестивали. Популяризировать казахские национальные обычаи и традиции, приобщить молодое поколение к духовным ценностям взялись в Павлодаре. В рамках проекта «Дорога предков» воспитанникам дома юношества бабушки рассказали об особенностях национальной кухни. Бахаджамал Апа с удовольствием делится рецептом самсы. Чтобы блюдо было вкусным, тесто нужно приготовить своими руками, говорит она. В начинке важно обратить внимание на ингредиенты. Я как бы думала, что можно из обычного фарша, но лучше, чтобы его перекручивать сами. Я не знала, что туда добавляется картошка. Узнала об этом сегодня. Я думаю, это будет очень вкусно и, конечно же, пригодится мне. К борусакам тоже особенный подход. Рецептов их приготовления множество. Чтобы они получились пышными и румяными, нужно не только правильно смешивать ингредиенты, но и готовить с любовью, говорят наставники. Мы всегда с нашими воспитанниками празднуем все знаменательные даты. Они уже нам как внуки. Сегодня мы их учили тому, как готовить вкусные баурсаки и самсу. Таким образом мы прививаем молодежи наши традиции и обычаи. Такое сотрудничество между бабушками и воспитанниками дома юношества проходит на постоянной основе. Кроме кулинарного искусства, молодёжь обучает и народному ремеслу. Отметим проект. Дорога предков, нацеленная на возрождение и бережное сохранение национальных традиций и обычаев, позволит подрастающему поколению расширить границы своих знаний и навыков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова